Я недавно общался с бизнесменом российского происхождения, который сейчас живет в Лондоне, Евгением Чичваркиным. Вот он убежден, что возможно проблем с новым пакетом финансирования для Украины, о котором сейчас идут споры в Конгрессе, но таких проблем могло бы не быть, если бы Украина не давала поводы сомневаться, не давала бы аргументы противникам этой помощи, которые связаны с коррупцией внутри страны. Вот эти примеры яркие коррупции, особенно связанных с оборонкой, с военной помощью, то именно они дают лишние аргументы, лишние карты в руки тем, кто выступает против. Могли бы вы прокомментировать? Это правда. На это ссылаются и те республиканцы, которые говорят, что мы не против помощи Украине, но должна быть прозрачность. Мы должны знать, на что идет каждый доллар, который мы отправляем в Украину. И не случайно, несколько месяцев назад, я повторю еще раз, Сенат выделил 20 миллионов долларов на создание так называемых аудитерских групп, которые уже начали работать в Украине, цель которых это не просто отслеживание эффективного использования каждой гривны или каждого доллара, но в то же время помогать в создании, в принятии новых антикоррупционных законов и их имплементации, то есть реализации этих законов. С тем, чтобы, я повторяю, потом легче было бы Украину принять и в Европейский Союз. Кстати, вы помните, там есть свои семь требований, где первым пунктом стоит антикоррупционные законы. И, конечно, принятие в НАТО. Вот это очень важно. Поэтому я согласен с Чичваркиным, это влияние имеет на головы тех, кто сегодня говорит, мы друзья Украины, мы не враги. Но, давая деньги и не спрашивая, мы не будем считаться друзьями. Мы будем способствовать или потакать тем элементам, тем структурам внутри Украины, которые разрушают Украину изнутри. Знаете, вот крепко держась за коррупционные схемы и распространяя, углубляя эти схемы внутри украинского общества. Это имеет место. Об этом мы должны говорить и в то же время помогать тому же Зеленскому в борьбе с этими коррупционными элементами. Это не работа одной ночи. Это требует времени, терпения, навыков. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что то, что делается сегодня у нас в Конгрессе и в нижней и верхней палатах, оно заострено именно на борьбе с коррупцией в Украине. Хотя об этом мало вслух говорится. И тем не менее, вот эта борьба ведется и у нас в Америке внимательнейшим образом следят за этим. Почему? Потому что народ американский должен знать, куда идут его деньги, на что. Я вам напомню, все, что сегодня делает Америка, та помощь, которая оказывается Америкой. Вот эти 111 миллиардов, которые потрачены в Украине с начала момента войны, и вот эти 61 миллиард, которые будут выделены в ближайшие дни, я в этом не сомневаюсь, они должны быть прозрачными. И как украинский народ, так и американский народ должны знать, на что идут эти деньги. Не сомневаюсь, Борис. Не сомневаюсь. Вот давайте об этой помощи, об этом пакете еще подробнее тоже поговорим. Значит, по заявлениям. С одной стороны, СНН утверждает, что переговорщики от обеих партий, от республиканских и демократических, вроде как пришли к какому-то консенсусу, договорились о формулировках, о тех условиях, которые всех устроят. В то же время, да, тот же спикер палаты представителей Джонсон, который выступал за помощь военной Украине, комментируя вот этот законопроект, который предлагается Конгрессу, назвал его, цитирую, «мертвым». То есть, где же правда, Борис? Да. Ну, во-первых, Джонсон сегодня тоже оказался, знаете, в заложниках. Там вот эти несколько республиканцев, они ему угрожают, говорят, что если он не будет защищать закон о иммиграционной реформе по полной программе на все 100%, а что такое 100%? Это не только укрепление границы, это и законы, направленные на определение статуса того или иного нелегального иммигранта, который уже в Америке, и даже тех, кто в заключении за нарушение американских законов. Например, нужно ли сегодня принять закон о условно-досрочном освобождении нелегального иммигранта, за которым имеется преступность в его биографии? Причем преступность, доказанная не только в той стране, откуда он приехал, даже преступность, совершенная уже на территории Америки, к примеру. Демократы на это смотрят сквозь пальцы. Они говорят, это too much, это слишком. Давайте не будем это трогать. Если уж говорить об укреплении границ, так давайте будем говорить. А вот тех иммигрантов, которые уже здесь, давайте так к ним подойдем, они говорят, знаете, как «любвеобильно». То есть мы должны знать, что они жертвы диктаторского режима, откуда они приехали, они жертвы насилия. Масса других, как они называют, античеловеческих отношений к ним они испытали в своей стране, и к ним надо относиться по-человечески в нашей. То есть не надо ковырять их прошлое. Вот так стоит разговор принятия того или иного закона. Поэтому вот тут идет борьба. Значит, те вот самые несколько республиканцев, которые могут при желании объявить голосование и убрать того же спикера Джонсона с этой должности, как они это сделали и с Кевеном Маккартем, предыдущим спикером. Они его шантажируют, они говорят, вот давай до конца. Но с другой стороны спикер говорит, подождите, у нас же проблема. Надо быстрее Украине и Израилю помогать. Время идет, там война идет. Давайте, и тут действительно республиканской партии есть раскол в этом отношении. Одни говорят, давайте побыстрее примем хоть что-то, быстрее, чтобы решать вопросы на Ближнем Востоке и в Украине. А потом уже мы сможем остальные вопросы после выборов решать, когда у нас будет большинство и в Нижней Палате, и в Верхней, да еще президент будет наш, а такая вероятность есть, между прочим. А другие говорят, причем эти другие под давлением Трампа. Трамп говорит, нет, не давайте спусу демократам, ни на один шаг не отступайте. Сегодня или никогда. Пусть по полной программе они примут наши требования, Трамп говорит. Поэтому не поддавайтесь. А все равно они будут вынуждены подписать. Никуда они не денутся. Вот так стоит Трамп, трампская позиция. Поэтому демократы сегодня все сваливают на Трампа. Они говорят, что он возглавляет республиканскую партию. Он давит на них. И даже на спикера Джонсона он давит, который не очень решительный сегодня в своих высказываниях. И поэтому Трамп нехороший, он негодяй. И вот так об этом говорит постоянно и Байден, выступая в том или ином штате, все время сваливая все на Трампа. И абсолютно не акцентируя ни на тех проблемах, с которыми сталкивается наша экономика, ни на преступности вот этой вот. И многих других проблем, которые Байден, как президент, обязан решать. Они сфокусируются только на Трампе. В этом вся проблема сегодня. Поэтому я подвожу итог тому, что я сказал, что Конгресс, как Нижняя Палата и Верхняя Палата, непременно в ближайшие пару недель придет к соглашению. Я в этом не сомневаюсь. Почему? Потому что накопилось очень много проблем. Более того, вот сегодня приехал к нам Столтенберг, генсек НАТО. Он специально, подчеркиваю, встречается с лидером республиканской партии. В том числе будет встречаться и с Трампом тоже. И будет встречаться со спикером. Будет встречаться с МакКоннеллом, лидером меньшинства в Сенате, по вопросу об оказании помощи Украине. Сегодня. И не откладывать. Вот это очень важный его приезд. Я очень рад этому. Я думаю, это тоже на что-то повлияет. Хоть на какие-то уступки, конечно, надо пойти ради спасения Украины и Израиля. Нельзя это откладывать. Нисколько. Поэтому республиканцы говорят, если мы сегодня уступим демократам, то никогда они не смогут сделать то, что нужно нашему народу. В вопросах, например, обеспечения безопасности на мексиканской границе и, конечно же, выдворения тех нелегалов, которые сюда проникли и имеют преступное прошлое. Например, вот так стоит разговор. Короче, перебранка продолжается. Все больше выявляется роль Трампа во всем этом, как на лидера партии, который считает, что если Трамп, если республиканцы сделают так, как говорит Трамп, то есть по полной программе вынудят демократов подписать это соглашение на условиях республиканцев, то ему легче будет победить. А если они уступят Байдену, то Байден будет говорить перед выборами, что это я, это моя заслуга. То есть очки перейдут на сторону Байдена. Вот такая внутренняя перебранка идет. Внутрипартийная. Конечно, обидно, что жертвами всего этого являются народы и Украины, и Израиля. Очень обидно. Очень обидно. Мое мнение таково, что эти две разные проблемы, нелегальные эмиграции и Украины с Израилем, их нельзя сравнивать. Это равносильно тому, что правая и левая рука. Поэтому мы не можем жертвовать одной рукой ради того, чтобы сохранить право. И нет. Мы должны сохранить обе руки. И на то у нас... Посмотрите еще, как действует Россия. И в сторону Украины, и в сторону Израиля. Вот Лавров же съездил на заседание Совета безопасности в ООН. Там эти кадры, я думаю, это уже все видели, где он мило общался, жал руку, чуть ли не обнимался с руководителем ООН, с Гутеришем. А после этого начал все стендап, все сидели и слушали, как зайчики, как говорится. Он там рассказывал и про борьбу с нацистами в Украине, про то, что Украина сама специально сбивает какие-то борты с украинскими военнопленными. И о том, что Израиль тоже опускается, как он сказал, до террористических атак против... на территории других государств, комментируя ликвидацию лидеров террористов, Хамаса, из других стран. И даже, кстати, представитель Израиля не выдержал и говорит, что вот, мол, Россия, посмотрите, что делает. Она иранскими беспилотниками, которыми атаковала Израиль в том числе, убивает теперь мирных украинцев. Мне нравится, кстати, что Израиль становится все более смелым в отношении своей риторики. Но удивляет просто вот публично. Вы понимаете просто, Борис, это же, ну, опять-таки, вот приезжает Лавров, я понимаю, что он должен это говорить, да, я не знаю, верит он в это или не верит, он должен это говорить. А ну, все сидят, слушают, руку ему пожимают, да, обнимаются, улыбаются. Вот это вот я не понимаю. Ну, как на этом фоне не вспомнить Трампа? Ведь он еще в бытность своего президента сказал, что эту организацию надо разогнать, коррумпированная, снизу доверху. Понимаете как? И она не отвечает требованиям сегодняшнего времени. Это были слова Трампа. Он говорил о том, что вот эти деньги, которые Америка дает, а я вам напомню, бюджет ООН сегодня составляет 3,4 миллиарда долларов. Из них 28% это американские деньги. 28%. Вторым идет Китай. Там 16%, к примеру. Потом уже Германия и остальные страны. Я вам просто хочу сказать, что коррумпированность настолько там зашкаливает, что нагло, я подчеркиваю, нагло терпится и член Совета Безопасности Россия, которая в буквальном смысле варварски уничтожает Украину, имеет еще право вето в Совете Безопасности, этим самым заглушая здравые голоса всех остальных членов СовБеза, в том числе закрывая рот Украины, которая имеет право на жизнь. Вот эта терпимость НАТО, сам факт существования, ООН, прошу прощения, ООН, это говорит о том, что неизбежна полная реформа этой бумажной организации, которая сегодня способствует существованию и таких террористических стран, как Россия и Иран, и террористических групп, таких как Хезбалла, Хамас, Хуситы, Муситы и другие, которые могут еще появиться в различных уголках земного шара. Поэтому нужны новые лидеры. Байден – это уже прошлое. Страшное прошлое. Именно он, продолжая политику того же Обамы, способствует существованию таких государств, как Россия и Иран. Именно при них Россия обогатилась. Именно при них, я еще к этому отнесу, и, конечно же, Буша-младшего, при котором в 2008 году 20% Грузии было отхвачено, а потом при Обаме 14-й год, когда захвачен был Крым в России, и, пожалуйста, 22-й год при уже Байдене, уже варварское нападение на Украину, пожалуйста, 7 октября этого года, прошлого года, террористическая атака против Израиля. И все это при Байдене. И никаких контрмер. Абсолютно. И плюс к этому, я возвращаюсь к этому ООН, коррумпированному, ООН, такая организация, не имеет права на существование. Абсолютно. Ее нужно реформировать. Снизу доверху. Поэтому Байден должен уйти. Новые лица должны быть. В лице таких, знаете, вот многих ненравившимся, как Трамп. Но Трамп – человек дела. Вы понимаете, я знаю, в Украине, к сожалению, очень многие ненавидят Трампа. Я сужу это по отзывам на наши, даже эфиры. Многие пишут, о, раз Борис начал говорить о Трампе, я отключаюсь. Почему? Эти люди, понятия не имеющие, что такое жизнь в Америке, не умеющие сравнивать одного президента с другим, не платящие налоги в этой стране, не вырастящие детей в этой стране, они не имеют права судить о Трампе. А те леволиберальные средства массовой информации, я как таковым отношу и известных блогеров в Украине, так тоже Фейгин, к примеру, или даже Андрей Андреевич Пятковский, который, казалось бы, часто бывает объективным, подчеркивая роль рейгановского крыла республиканской партии, и в то же время прививает ненависть к Трампу, украинцам. Он в этом неправ абсолютно. У него нет оснований винить Трампа и угрожать тем, что вот Трамп придет в Белый дом, и все будет еще хуже. Это неправда. Тот же Портников, к примеру. Это вообще ужас слушать этих людей. Какое они имеют право говорить об Америке изнутри, понятия не имея об Америке. Абсолютно. Я плевать хотел. Они приезжают, уезжают или кого-то имеют здесь. Здесь надо жить. И не один год. Вот это очень важно. Поэтому мне обидно просто, что украинский народ оболванен, обманывают украинский народ, говоря о том, что республиканцы плохие, а Трамп еще страшнее. Это исчадие ада. Но это же неправда. Неправда, друзья мои. Трампу не позволят, если даже он захочет, когда он станет президентом, захочет поступаться интересами Украины, ему не позволят. Никогда. Да, еще раз повторяю, 68% американцев за Украину. Единая поддержка в Конгрессе обеих партий. Это второй фактор. Не дай бог, чтобы Трамп на это пошел. Я уже не говорю о том, что он хитер. Он хочет выиграть выборы. Он не хочет терять вот эти 10-12 миллионов американцев, для которых Украина не на первом месте. Для них на первом месте нелегальная иммиграция, еда, цена на бензин и все остальное. Потом уже Украина. Поэтому он пытается их держать вблизи своей, а и приглашает их прийти на выборы и поддержать его. Но это тактика его. Он хочет выиграть. Я повторяю, сегодня он выигрывает всего лишь на 3, от 3 до 5% у Байдена. Это мизер, это в пределах погрешности. Он может проиграть. Запросто. Почему? Потому что могут против него пойти независимые. И я не говорю уже о демократах. Поэтому надо сделать все, чтобы люди, независимо от партии неправедливости, поддержали Трампа на выборах. Он хочет этого. А потом, вы посмотрите, он не поступит со национальными интересами Америки. Никогда. Он найдет миллион причин, объяснив народу, почему он за Украину. И он это сделает. И вот сегодня, когда говорят, вот он может встретиться с Зеленским, дай бог, я думаю, это однажды произойдет. И чем скорее, тем лучше. Он шепнет на ушко тому же Зеленскому. Он скажет, как он этого добьется. Обязательно. По крайней мере, его посыл Путину будет, что если ты не примешь условия Украины, я дам Украине такие виды вооружений, от которых он просто снесет твой режим в два счета, а мы будем рядом. Вот такое может произойти. Ваши бы слова до богу в уши, Борис. Спасибо вам, во-первых, как всегда за вашу поддержку. Это очень ценно и действительно вдохновляет. Друзья, вы, ваши мнения, мысли по темам нашего сегодняшнего обсуждения. Понимаю, всем тревожно, но вот Борис сегодня пытался нам всем объяснить, чтобы мы, в общем, держали себя в руках, чтобы мы верили сказать не просто в какую-то эфемерную победу, но, скажем, последовательную победу вместе с нашими союзниками. Правильно, Борис? Правильно. И когда стоит вопрос о том, на кого мы должны больше рассчитывать, на народ украинский, на Байдена или на Трампа в победе, на первом месте, конечно, украинский народ. Сто процентов. Трамп на втором месте. Ну, вы, друзья, ваше мнение оставляйте в комментариях. Украинский народ действительно, да, здесь я еще раз хочу поблагодарить украинских защитников, которые сейчас дают нам возможность общаться. Благодарю вас, Борис, американский политик Борис Пинкус, как всегда сегодня к нам присоединялся. Спасибо огромное, что находите время. А вам, друзья, спасибо, что смотрели. Огромное спасибо вам еще скажу отдельно, если вы поставите лайк этой беседе прямо сейчас. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо большое и слава Украине. Героям слава.